И снова приветствую вас в нашей студии. И мы продолжаем разговор о ситуации, связанной с родовыми повреждениями, так назовем. Напомню, что мы остановились на том, что дети при неправильном, наверное, нельзя сказать, при определенном введении родов получают родовые травмы. Вы увидели, как это выглядит на самом деле, и что происходит с шеей ребенка. И сейчас я так подозреваю, что на меня обрушится шквал вопросов, суть которых сведется примерно к следующему. Как узнать, что делать, и вот как определить, ну не всем же делать такие рентгеновские снимки, как определить, что у ребенка не все в порядке. Ну, во-первых, нужно совершенно четко проанализировать момент родов. Я думаю, что если вы подумаете, посмотрите, как проходили роды вашего ребенка, то вы очень легко в определенной части случаев поймете, что есть риск родовой травмы. Но, опять же, нужно понимать то, что родовая травма, то, что я вам показывал, это, ну, случаи, скажем, вопиющие, когда действительно. Я не хочу сказать о том, что вот все акушеры, вот, сволочи не умеют принимать роды и так далее, и так далее. И, к сожалению, иногда бывает, что это мера вынужденная. Иначе ребенок просто не может родиться. Где-то он неправильно повернулся, где-то узкий таз, где-то какие-то другие причины, требующие быстрого выведения ребенка через родовые пути, иначе он просто задохнется и так далее. Ну, например, обвитие пуповины. Вот, поэтому довольно много и часто разговаривал с акушерами, и они говорят о том, что, ну, вот, бывают ситуации, когда они вынуждены, вынуждены даже ломать ключицу у ребенка, чтобы он прошел родовые пути, и не застрял там, и просто не умер, и не задохнулся. Поэтому не будем всегда во всем винить акушеров. Другое дело, что, если это произошло, меры нужно принимать практически сразу после рождения. Значит, если все вроде бы нормально, довольно часто мама, даже уже приезжающая в наш центр, говорят, что, ой, все было так замечательно, я родила так быстро, я говорю, ну, быстро это сколько? Ну, 15-20 минут раз, и вот он вышел. То есть, к сожалению, маму приходится огорчить, говоря о том, что вот это вот то, что она там, скажем, не мучилась и не болела, вот так все очень быстренько и хорошо, красиво произошло, на самом деле повлекло за собой родовую травму, потому что, я напоминаю вам, прохождение ребенка через родовые пути, оно должно быть постепенно, ребенок, его позвоночник, особенно верхний шейный отдел должен приспособиться, приготовиться, да, вот представьте себе ситуацию, когда вы быстро встаете, стукаете с головой об что-то твердое, там, допустим, полку, вот, и ваша шея очень дискомфортно себя чувствует, потом долго будете ходить с болью. Вот, ребенок то же самое, да, в родовых путях он должен постепенно применять, если он идет быстро, он обязательно повредит шейный позвонок. Это раз. Значит, следующий момент, если вы понимаете, что, ну, так случилось, что произошло, значит, нужно начинать превентивные меры. Какие меры прежде всего, ну, помимо, там, консультации с докторами, вот, нужно применять, нужно работать прежде всего с шейным отделом, а именно, надо начинать массаж, надо начинать снижать внутричерепное давление, потому что, учитывая повреждения или изменения сосудов коры головного мозга, меняется внутричерепное давление, чаще всего оно возрастает, соответственно, возникает давление на кости черепа изнутри, меняется форма черепа, меняются работы центров коры головного мозга, отвечающие за эмоциональную сферу, я уже не говорю о физических структурах, вот, о мышечных структурах и так далее. Вот, начиная отсюда и задержка в речи, задержка в развитии, отставание физическом и психомоторном развитии, она накапливается постепенно. Довольно часто говорят родители о том, что вот, ребенок родился нормально, развивался нормально, все было хорошо, а потом вот что-то случилось, чаще всего почему-то это пытаются привязать к прививкам, хотя на самом деле это далеко не всегда. Это может быть стресс, это может быть травма, ну, падение, там, упал ребенок, начинающий ходить, это может быть заболевание достаточно серьезное, скажем, там, грипп или ангина, или что-нибудь еще с высокой температурой, которая длится довольно долго. И уже ребенок вроде как вылечился, уже все об этом забыли, и вдруг пошел откат назад, стала уменьшаться речь, стало меняться поведение, вот, никто ничего не может понять, все думают, что это произошло вот вчера, позавчера, хотя на самом деле это произошло в родах, это может быть год, полтора, два тому назад, и постепенно накапливалось, и какой-то момент пусковой запустил вот этот механизм. Опять же, пусковой моментом может быть все что угодно. У меня были случаи, когда приводили таких детей, начинаешь выяснять, и выяснилось, что в какой-то момент ребенок, допустим, просто испугался. У меня был, привозили ребенка, начали выяснять, очень интересный момент, да, папа играл с ребенком, ну, так, типа в прятки, вот спрятался на улице, ребенок там посмотрел, не мог его найти, и очень сильно испугался, ребенку было три с половиной года, он очень сильно испугался, закричал, вот папа, конечно, выскочил, пытался его успокоить, ребенок успокоился, но вот это вот явилось пусковым механизмом, что исчезла речь, и он перестал говорить, сразу стали вспоминать о том, что существует такое слово, как аудизм и прочее, прочее, хотя на самом деле задержка и отставание, изменение в речи имело совершенно другую природу, и лечить его надо было и устанавливать по совершенно другому пути, а именно, прежде всего, начинать работать с шейным отделом, это и массаж, это и остеопатия, крайне сакральная терапия, это и очень хорошо помогает грудное плавание, но при этом плавать ребенку иногда, это не обязательно наличие бассейна, иногда хватает ванны, но не маленькой ванночки, а купайте ребенка уже в большой, посмотрите сюда, вы кладете ему его на спину, голова держится рукой родителя, таким образом, чтобы вот эта часть шеи и затылок, ну, уши только берегите, конечно, закройте или ваты, или шапочки, вот шеи и затылок находились под водой, это расслабляет мышцы шейные и способствует улучшению кровотока. Ну, и довольно много методик, которые существуют, но не забывайте о том, что такое лечение должно быть, во-первых, максимально раннее, во-вторых, максимально комплексное, вот, и при этом, если ребенок уже, скажем, после шести-восьми месяцев, то нужно подключать развитие мелкой моторики, то есть уже одевать какие-то кольца, уже собирать какие-то мозаики, уже перебирать из лотка в лоток пуговицы, и так далее, и так далее. Но об этом мы поговорим на нашей следующей встрече, где я более подробно расскажу о методиках, которые вы сами можете применять для такого ребенка. Еще раз пересмотрите наши лекции, наши занятия для родителей с точки зрения массажа по снижению внутричерепного давления, массажа гуаша. Я рассказывал, показывал вам точки, которые способствуют стабилизации внутричерепного давления. Вы почините, чтобы посмотреть на канале Центра БРД? Да, да, на нашем канале, на канале Центра БРД, мы стараемся максимально информировать родителей о том, чтобы они могли как-то оказать помощь. Вот, ну и... Прошу прощения, что я за кадрами из императора, как обычно, пока что. Пожалуйста, расскажите о том, что мы с самого начала готовили, сейчас уже это практически реализуем. Энциклопедия практической помощи. Да, вот я только... Давид... Его... Открыт уже... Его закадровый, да, закадровый комментарий, он всегда чуть-чуть опережает на минуточку то, что я хочу сказать. Так вот, все это, вот все эти лекции, вся эта информация, она как бы обобщается в такую энциклопедию для родителей, где вы можете посмотреть. И что меня вот опять же тоже большим случаем настораживает, еще раз залезьте туда, откройте, посмотрите. Опять же, произнесите четкое название «Энциклопедия практической помощи при аутизме и ДЦП». Она сейчас в стадии подготовки, но отдельные элементы можно уже увидеть. Вот, отдельные элементы можно увидеть. Вот, отдельные элементы можно увидеть. Практическая помощь. Да, именно. Не практической помощи. То, что могут делать родители, они должны быть информированы, поэтому, конечно, есть... мы предоставляем вам возможность узнать это дело, узнать очень четко, конкретно, и именно так, как вы можете помочь этим детям. Еще раз повторяю название, «Энциклопедия практической помощи» для детей... И аутизм и ДЦП? Да, 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 для детей, страдающих... Нет, если четкое название. Да. «Энциклопедия практической помощи при аутизме и ДЦП?» При аутизме и ДЦП? Ну, я про спросил, я еще и не выучил это название, но вот, именно так это называется, поэтому открывайте, и посмотрите информацию о прививках, потому что опять пошла вот какая-то периодическая вот такая возникающая волна какого-то негатива к этому. Я еще раз говорю, что прививка сама по себе не является на пустом месте отрицательным моментом. Другое дело, что к нему надо подходить очень индивидуально, очень, скажем так, выборочно, и используя, вот, скажем, да, ту информацию, которая есть в нашей энциклопедии, вот, и, опять же, совершенно определенно индивидуально каждому ребенку нужно подходить индивидуально. Если появляются вопросы, пожалуйста, задавайте, обращайтесь. Вот, я хочу еще раз напомнить, для тех, кто, может быть, вот, ну, впервые или не совсем знаком с нашим центром, что мы стараемся помочь родителям максимально на местах, то есть у них дома это раз, и второе, все-таки говорить о том, что лечение, которое мы предоставляем мощно, вот то, с чего я начал вторую часть, что лечение это комплексное, и вот этот вот комплекс работы групп специалистов, он позволяет добиться максимальных результатов. Естественно, мы даем рекомендации, мы помогаем, подсказываем, как вести себя и как помочь таким детям дома, но в этом плане максимальную помощь мы оказываем при вашем приезде сюда. А сегодня я с вами прощаюсь, до новых встреч, надеюсь на то, что у вас все будет хорошо. Ничего я вам желаю, до свидания.